Как исчезает пустота? Узнаем в видео. Все ответы в науке. Одна из задач порошковой металлургии – получение материалов высокой плотности путем спекания металлических или неметаллических порошков. В процессе спекания отдельные частицы порошка сплавляются и происходит уплотнение материала. Но как и куда исчезает пустота? А именно, что происходит с пустым пространством между отдельными частицами порошка? Существует несколько теорий спекания, однако мы рассмотрим лишь некоторые из них. Теория Бориса Яковлевича Пинеса. Первая работа Пинеса, посвященная поведению пор в кристаллах, вышла в свет еще в 1946 году. Работа начинается с анализа формулы Кельвина, устанавливающей связь между давлением пара в лизе изогнутой поверхности, радиусом кривизны поверхности и давлением пара в лизе плоской поверхности жидкости. Борис Яковлевич прочел формулу совершенно по-новому. Во-первых, он применил формулу не к жидкой, а к твердой, закрестлизовавшейся капле. Во-вторых, он обратил внимание на то, что в формулу не входит такая характеристика, как масса атома, а значит, ее можно применять для вещества с нулевой атомной массой. Таким веществом, а скорее отсутствием вещества, и является пустота. Пора в материале рассматривается в качестве капли пустоты, которые испаряются в кристалл, образуя вакансии, точечные дефекты, характеризующиеся отсутствием атома на его законном месте в кристаллической решетке вещества. Теперь формула Кельвина может быть записана следующим образом. ЕР – концентрация вакансий вблизи изогнутой поверхности поры. Е0 – равновесная концентрация вакансий при данной температуре. То есть, для получения высокоплодного материала, нужно дождаться, пока все вакансии выйдут на поверхность спекаемого образца. Теория Якова Ильича Френкеля В этой теории, как и в предыдущей, твердое состояние считается очень близким к жидкому. Действительно, при плавлении такие характеристики вещества, как плотность и теплоемкость, меняются незначительно. Сам по себе процесс плавления не требует большого количества энергии, в отличие от процесса испарения. Кроме того, анализ вещества с помощью рентгеновских лучей показал, что процесс плавления практически не приводит к изменению положения атома. К тому моменту уже было известно, что жидкости в вязко текут при приложении к ним растягивающего напряжения. Значит, можно предположить, что кристаллические тела тоже способны вязко течь. В механизме вязкого течения жидкости Френкель представлял себе следующим образом. Атомы жидкости в отсутствии внешнего напряжения перескакивают с места на место, а наличие в жидкости пустот, так называемых каверн, дает атомам свободу движения. При приложении внешнего напряжения перескоки атомов станут более упорядоченными. Обе теории далеки от идеала и не могут применяться в первоначальном виде для описания процесса испекания. Однако, внесли огромный вклад в развитие порошковой металлургии.